Сыновья очень часто перенимают опыт своих отцов, идут по жизни повторяя их путь и стремятся доказать, что они смогут и лучше. Давид родился в Азургете в 1957 в семье законника Гурама Пацхишвили. Его отец умер в 93-м, за два года до этого утратив свой высший статус. Сведения о первой судимости Давида датируются 1973 годом, когда за хулиганство он получил 7 месяцев. Отсидев свой небольшой срок, датой не думал становиться законопослушным гражданином. Он продолжил свою преступную деятельность и в 1976 за кражу, разбой и незаконное ношение оружия был осужден на 10 лет. Во время отбывания срока его перевели во Владимирский Централ, одно из самых известных тюрем в воровском мире. В 1981 в ее стенах он получил свой высший воровской статус, его коронавал ЦИПа. На свободу авторитет вышел в 1986, уже в новом звании, однако практически тут же Пацхишвили младше вернулся обратно. В 1987 захоронение наркотиков и нелегальное ношение оружия его осудили в родном Азургете на 3 года. В 1991 для отца и сына Пацхишвили произошли вовсе не радостные события. На сходке, где присутствовали влиятельные законники, такие как Шакро Молодой и Роберт, они были не признаны ворами. Произошло это из-за конфликта с Арсеном Чхаидзе, Арсеном Батумским. После этого следы Давида затерялись. Продолжение следует... Продолжение следует...